Приветствую вас на канале Дмитрий Д. Тьюторс. С вами Дмитрий. В этом уроке я расскажу, как установить AGX в Blender. В описании урока, нажав на ссылку, переходим на сайт GitHub. Напомню, автором AGX является Трой Джеймс Саботко. В центральной части страницы мы видим содержание. Для того, чтобы скачать AGX, находим и нажимаем на зеленую кнопку Code и скачиваем исходник. Установка AGX очень простая. Сейчас мы видим окно с файлами настроек Blender. Чтобы не тратить время, можно скопировать путь. Он есть в описании урока. Или самостоятельно найти папку Data Files. По умолчанию, в этой папке есть вложенная папка, в которой находятся файлы конфигурации цвета в Blender. Называется эта папка Color Management. Вот она. Давайте зайдем и посмотрим, что там. По умолчанию, здесь расположены файлы с конфигурацией Filmic. Вернемся обратно. Обратите внимание, в дополнение у меня есть еще две папки Color Management AGX и Filmic. По сути, последнее это копия Filmic. Заходим в эту папку и видим те же файлы, что и в Color Management. Для большего удобства, я создал папки и к их названию добавил окончания в виде профилей. Это очень удобно и не требует длительных перемещений по диску. Теперь переходим в папку с AGX. Архив, который мы скачали, нужно распаковать. Содержимое полученной папки необходимо разместить здесь. Пустую папку AGX можно удалить. Теперь, если я вернусь на уровень выше и снова зайду обратно, перед нами будут файлы конфигурации. Выделяем содержимое папки и копируем. Далее перемещаемся на уровень выше, находим папку Color Management и заходим в нее. Все, что сейчас здесь есть, удаляем. После чего сюда я копирую файлы с AGX. Если по каким-то причинам вам потребуется снова вернуться к Filmic, вот здесь есть копия. Ну и вообще такой способ расположения по папкам очень удобен. Напоминаю, что папка Color Management системная и если ее, например, переименовать, то Blender не увидит файлов конфигурации Filmic и выставит стандартные настройки sRGB. В уроке я использую Blender 3.5.1. И если у вас другая версия, ничего страшного. Все будет работать. В настройках рендера первое, что нужно сделать, это найти вкладку Color Management. В раскрывающемся списке Display Device оставляем все как есть. То есть должно быть выставлено sRGB. Напротив View Transform выбираем AGX. И последняя настройка. Напротив Look нужно включить панчи. Теперь рассмотрим, как правильно выставлять цветовое пространство для каждого типа изображений. У нас их будет три. HDR, текстуры цвета и карта нормалей. Для HDR изображений напротив Color Space необходимо выставить Linear BT709. Для цветных текстур выставляем sRGB. Для карт нормалей выставляем Generic Data. Теперь немного попрактикуемся. Смещаю карту нормалей немного левее. Для того, чтобы ее использовать, добавим ноду Normal Map. Смещаем пины и видим результат в 3D-Viewport. Теперь я уменьшу размер текстуры. Для этого с помощью установленного плагина Node Wrangler нажимаю комбинацию клавиш Ctrl плюс C. Новые ноды смещаю чуть левее. Далее меняю масштаб. Выставляю значение 2. Тем самым визуально размер текстуры становится меньше. Одна из самых удобных функций плагина Node Wrangler – это возможность просмотра любой ноды в 3D-Viewport. Вот сейчас я выделяю ноду с изображением нормалей и нажму Ctrl плюс Shift плюс клик левой кнопкой мыши. После этого в 3D-Viewport мы увидим отображение текстуры нормалей. Теперь найдем текстуру цвета. Вот так она выглядит. И соввестим ее с базовым цветом фона. Саму текстуру я смещу выше, ближе к пину Base Color. Первое, что нужно сделать, это изменить размер текстуры. Так как мы это уже делали, то можем воспользоваться нодой Mapping. После совмещения пинов видим, что масштаб текстуры изменился и стал таким же, как у нормалей. Теперь я немного организую ноды, чтобы было удобнее с ними работать. Вот цвет фона и текстура, с которой я сейчас буду смешивать фон. Если у вас установлен плагин нод Wrangler, с помощью комбинации клавиш Ctrl плюс Shift плюс удерживаем правую кнопку мыши и смещаем ее вниз. После этого цвет обводки нод должен измениться на зеленый. И мы увидим новую ноду Mix. Если плагин не установлен, то сделать то же самое можно вот так. Находим и добавляем ноду Mix Color. Текстуру я совмещаю с пином A. Цвет фона с пином B. Смотрим, что получилось. Теперь в списке режимов смешивания выставим умножение. Фактор задает степень смешивания. Чем выше значение, тем сильнее текстура смешивается с цветом фона. После этого я совмещаю полученный результат с пином цвета в нашем шейдере. Получился вот такой результат. Если требуется изменить масштаб текстур, делаем это в одной ноде Mapping, которая одинаково работает как для текстур цвета, так и нормалей. Просто сравните, как выглядит разный масштаб. Теперь поговорим о картах окружения. Чтобы перейти к настройкам окружения, здесь в раскрывающемся списке выбираем World. Вот эту текстуру я буду использовать для окружения. Не забываем проверить настройку цветового пространства. Теперь совмещаем пины и видим отображение текстуры. Как видите, все очень просто. Да, совсем забыл. После остановки новой конфигурации AGX вы, наверное, заметили следующее. Каждый раз при создании нового проекта настройки в разделе Color Management не сохраняются. Сейчас я покажу, как это исправить. Создаем новый проект. В разделе Color Management выставляем настройки. Далее в меню File находим раздел Defaults и сохраняем загрузочный стартовый файл. Теперь при создании нового проекта все настройки будут сохранены. Если вам понравился урок, прошу поддержать канал подпиской, а также поставить палец вверх. Вопросы пишите под видео или в телеграм-канале. Всего вам доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok